приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодня у меня очередной отчет по совместному проекту бинго 2022 это интересный глобальный такой проект который длится в течение вот всего 2022 года мы в начале в январе составили планы на весь год до и в виде вот такой вот таблицы но зависимости от того у кого сколько планов и размер таблицы тоже разный то есть я имею ввиду количество клеточек да в моем случае здесь 25 клеточек то есть 25 запланировано было изделий каких-то мастер-классов и так далее ну в общем кому интересно более подробно вы можете посмотреть видео вступление или пройти по хэштегам посмотреть как девочки начинали свои вот эти вот строить глобальные планы и как они продвигают значит но я в прошлом месяце не снимала подобное видео потому что сложились так обстоятельства что процессов у меня было начато много готовых работ не было но практически не было и я подумала что не буду я снимать такое видео в прошлом месяце а вот в этом уже как более может быть интереснее что ли будет посмотреть что же у меня за два месяца произошло но на самом деле сейчас я смотрю да процессов у меня начато много опять-таки не меньше еще начинаю но вот в итоге готовых работ то не так уж и много ну ладно значит бинга считается тогда когда будет зачеркнута полоса по горизонтали по вертикали или по диагонали как видите у меня пока нет таких зачеркнутых полностью полос но будем будем стараться будем стремиться до конца года еще ну пять с небольшим месяцев да поэтому может быть я и успею так значит давайте сейчас уже перейдем к моим планам да и я буду показывать что же у меня происходит так я по порядку буду вот все что у меня зачеркнуто зеленым цветом да это у меня выполнено значит начну по порядку по горизонтали платье летние я не начала хотя очень планировала еще даже в прошлом месяце в июне начать но может быть может быть еще в этом месяце я успею его начать посмотрим дальше новый процесс это на случай когда я говорила что когда я какое-то внезапно да изделие мне захочется связать но конкретно я была пока еще не определена с этим изделием да то есть сами знаете как это бывает по вдохновению где-то как-то что-то увидел захотел или что-то в голову пришло и в общем в данном случае я сделал себе несколько таких клеточек именно вот на подобную ситуацию и вот этот новый процесс я в него записала фантазийную футболку которую но я наверное сейчас не буду ее доставать я ее уже показывала она у меня с пока на одном и том же месте но кому интересно вы можете пройти в мое видео по планам на июль месяц я оставлю вам ссылку и там вы увидите все процессы все изделия которые у меня есть на данный момент так дальше дальше у меня идет клеточка с носочной коробочкой здесь у меня должно быть 12 пар и я так как в прошлом месяце в июне не подключалась я не написала здесь что у меня есть еще шестая теперь пара носочков я вам ставлю фотографии какие носочки я связала это детские носочки я связала где-то на размер 30 31 из остатков пряжи пряжа там различная и носочные не совсем носочная но метраж у него примерно 200 метров на 100 грамм то есть довольно таки толстые носочки почему сами носочки вам не покажу потому что у нас такое лето что мы активно носим эти носочки нет на самом деле вот сейчас я снимаю у нас очень тепло лето к нам все-таки пришло неизвестно насколько на день на два на неделю но не думаю что там надолго в августе у нас обычно уже всегда заморозки поэтому но носочки мы носили так активно что как бы ну наверное будет не очень прилично показывать уже такие поношенные носочки до сего момента можно сказать у нас тепла то в общем то и не было поэтому даже носочки вот у нас летом активно носились и довольно толстые носочки так дальше значит футболка с пайетками это у меня в планах я ее не начинала кашемировый джемпер тоже в планах и скорее всего осенью летний кардиган вот летний кардиган я начала и буквально на днях у меня вышел влог где я показывала вот этот летний кардиган из какой пряжи как я его начинала я естественно его еще немножко продвинуть уже успела значит вижу этот летний кардиган из пряжи yarnart эко-катон вот такой вот пряжи так фокус 100 граммах 220 метров 85 процентов хлопок 15 процентов полиэстер значит цвет у меня 770 такой приятный голубенький цвет мне кажется симпатичный пряжа интересная есть у нее какая-то такая специфика эко-катон это скорее всего вот не мерсеризованный до хлопок то есть такой без обработки и не знаю будет видно нет на камере есть вот какие-то такие знаете вспушение бывает местами какие-то выбеленные участки такие как пушечек на ниточке приходится убирать чтобы но это не смотрелось совсем уж как будто в катышках каких-то кардиган ну такая пряжа интересная но вяжется легко вяжется в общем-то быстро мне нравится как получается вяжу я ее так сейчас я достану кардиган чтобы уже показать на каких спицах да и что вижу так постараюсь как-нибудь разложить поудобнее потому что меня такая конструкция здесь одни спицы спицы благо что китайских спиц предостаточно и можно не снимать на дополнительную там ниточку так значит вот что у меня сейчас выходит я вяжу по мастер-классу по описанию с канала ольга еперова да оля значит вязала в прошлом году подобный кардиган я решила вот точно такой же мне хотелось еще в прошлом году кардиган связать но руки не дошли в этот раз я решила ну чтобы там у меня не случилось все равно начать этот кардиган вязать и как видите я вяжу с дополнительной ниточкой то есть я включаю вот такие вот пайет очки на хлопки в этот кардиган ну такого серенького цвета они такие приятные мне кажется неплохо это все сочетается и значит техника вязания этого кардигана очень интересная и знаете мне понравилось в принципе как это вяжется вяжется сначала вот спинка укороченными рядами делается набор вот такой вот сколько здесь петель до дальше укороченными рядами формируется сначала одно плечо потом переходит ну как бы до половины примерно получается в зависимости от того какой у вас расчет сколько точек разворота у вас будет здесь по горловине и потом значит перехожу опять-таки вот сюда на второе плечо и уже вот так вот укороченными рядами я значит вяжу спинку вяжу до тех пор пока ну вот до последних вот петелек скоса плеча не дойду до после этого я уже начала вводить пайет очки узор ну вот здесь вот вы видите только маленькие пайет очки на изнаночной стороне а по лицевой конечно будет видно просто если я сейчас буду это все переворачивать тут застучат спицы опять нужно будет все укладывать долго я значит отрезала высоту проймы здесь у меня где-то 18 сантиметров и стала дальше вязать полочки так как это кардиган но по этому типу можно связать и футболку значит я набрала петли по скосу плеча вот здесь вот и опять-таки укороченными рядами формировала тоже этот же скос и прибавками формирую вот здесь получается v-образный вырез также здесь еще будет планочка конечно у меня значит и также добавляю вот пайет очки но помимо пайет очки тут еще дорожкой изнаночная дорожка в общем один ряд изнаночных петелек включают ну то есть вот так вот вижу мне нравится что получается хотя я ну не сразу не сразу у меня получилось как бы вот полочки когда я вязала здесь с прибавками немножко у меня не очень было хорошо но это уже во влоге я все рассказываю во влоге в отчетах по совместному проекту пора надеть тоже там это все рассказываю и вот сейчас я довязала опять-таки обе полочки до высоты проймы для рукава и хочу уже начинать объединять это все в круг но как не в круг конечно так как это кардиган да то есть здесь не в круг но я буду объединять спинку и перед и буду опять-таки обратно поворотными рядами но вязать уже полностью все полотно значит вот такой вот кардиган мне нравится что получается как это выглядит вяжется как я говорю в принципе быстро но спицы у меня три с половиной кубические я взяла но я хотела чтобы было полотно поплотнее хотя эту пряжу можно вязать и на большем номере спицы на 4 мне кажется и на четыре с половиной вполне возможно по рекомендациям здесь даже на пряже указано спицы нет по рекомендациям есть три с половиной указаны но я вязала образец и образец у меня был связан даже спицами номер четыре поэтому я думаю что можно вполне вязать было бы и на четверочки но еще расскажу хотела чтобы изделие было поплотнее значит все вот такой вот кардиган да я вам показала я начала начала все-таки кардиган как и планировала так так дальше перейдем значит летний кардиган я отметила я начала майка летняя майку летнюю я тоже в прошлом месяце еще начала и сейчас вам покажу вижу ее тоже из интересной пряжи лина ланоса вот такая вот пряжа состав у нее 50 процентов лен эксклюзив 50 процентов вискоза в 50 граммах 175 метров интересная пряжа цвет если интересно 969 мягкая приятная пряжа хоть здесь и 50 процентов лена но не знаю это вот вообще не чувствуется что там есть какой-то лен очень классная пряжа значит и маечку сейчас вам покажу тоже у меня немножко такая конструкция постараюсь разложить я ее начала в прошлом месяце и в принципе она у меня уже на завершающей стадии значит вижу снизу эту маечку в круг пока по кругу я вязала значит снизу вверх дальше я отделила вот подрезы да здесь вот и значит вывязала перед маечки полностью вывязала и мне осталось связать спинку то есть сейчас я на этапе спинки нахожусь после этого будет еще обработка горловины и обработка пройм связана вот такая маечка полотно вот такое вот интересное струящиеся вот из этой вот пряжи получается но я прошу прощения конечно все помято лежит в проектной сумочке и ну как бы отпаривать тоже не хочется тратить на это время каждый раз когда показываешь видео отпаривать перед этим значит видно что у меня вот здесь вот полотно граница такая проходит это было уже в то проведено потому что почему я делала в то потому что это пряжа после в то растягивается то есть она становится шире и поэтому мне нужно было определиться сколько мне еще до пройм вязать я провела в это моточек у меня здесь закончился и после этого я определилась и она вот так вот еще растянется вся и начала дальше вязать значит все я связала перед и как говорится осталось только спинку связать но вот сейчас кстати погода такая что вот эту маечку вполне можно было бы одеть носить что она была бы очень даже актуально но пока пока она у меня не связана дальше значит топ крючком летний детский я не буду сейчас доставать в нем нет никаких продвижений с последнего моего отчета вот получается уже третий месяц да я его мучаю новый процесс опять таки и вот в этот процесс у меня было начато несколько изделий которые я также могу показать как вот в этом процессе но я не буду наверное указывать все процессы которые у меня начаты я заявлю здесь сарафан детские и сарафан детские я начала сейчас вам покажу его так значит сарафан сарафан я вижу регланом сверху вниз вот такой вот интересный реглан такая интересная горловинка мне очень нравится да кстати вижу из пряжи от yarnart summer вот такой вот пряжи состав у нее 70 процентов хлопок 30 процентов вискоза в 100 граммах 350 метров цвет 50 значит я себе вязала из этой пряжи маечку правда крючком пряжа конечно очень специфическая очень непослушная именно вот эта ниточка вискоза которая на хлопки намотана она ну вот цепляется за все я говорю даже вот руки если у меня там в огороде где-то поработаю что даже вот вязать невозможно этой пряжей хотя вроде бы визуально руки ничего но микро вот эти вот зацепки все равно появляются значит вот такой вот сарафан у меня вяжется я его практически довязала мне осталось совсем немножко низ довязать и как бы еще сделать обработку и в общем-то сарафан будет готов вяжу его на спицах номер три и вот как он выглядит мне нравится посадка вот этой горловины на дочери то есть получается здесь у меня как бы реглан вязался реглан необычный и я в своих видео рассказывала что в этом реглане для меня было необычно то есть он вяжется как реглан дальше я вязала обратно поворотными рядами каждую часть получается отдельно перед и спинку а потом снова объединила все это подрезами в круг ну то есть вот интересно такой реглан но этот способ я подсмотрела на пинтересте там было платное описание как бы я просто по фотографиям посмотрела примерно как это все выглядит и значит ну уже чисто сама как бы вот что видела то и вязала скажем так значит вот такой вот сарафан у меня я думаю скоро скоро будет совсем готов и тоже да его нужно вот сейчас как раз одевать было бы его очень даже комфортно и удобно но пока пока так как вот есть так значит дальше детский джемпер нет я это к осени планировала также как и свитер детский кардиган английской резинкой у меня там произошли кое-какие как сказать изменения да я его практически закончила еще в июне месяце мне осталось сделать только обработку по низу но я поняла что нужно по другому вязать большую часть тела и поэтому я распущу я его даже еще не распустила я к нему еще не прикасалась с прошлого месяца но я думаю я ну может быть в конце этого месяца не знаю распущу вот ту часть которая не так немножко связана и буду вязать по новой получается ну половину кардигана точно буду перевязывать по новой так теперь дальше top sweet head я его связала вот top sweet head я связала именно в прошлом месяце в июне я начала и недавно совсем я его довязала сейчас вам покажу что же это за топ и вот получается одну клеточку я все-таки в этом месяце зачеркну так сейчас покажу значит топ я вязала из пряжи бусинка от context 90 процентов хлопок 10 вискоза в 50 граммах 110 метров цвет у меня был серебристый 008 и значит что же у меня вышло так сейчас стараюсь показать значит вот так вот выглядит мой топ я его уже одеваю одевала сейчас жарковато в нем немножко но когда там уже утром или вечером как бы вполне нормально значит вот так вот выглядит топ вязала отдельными частями низ обработан резиночкой 3 на 1 дальше лицевая гладь спереди вот такой вот рисунок в виде сердец ну не знаю насколько видно что это сердца или нет ну вот такие вот значит скос плеч у меня был горловина сформированы и обработка айкордом идет по горловине по проймам обработка айкордом то есть здесь просто были вывязаны проймы и ничего больше я здесь не вязала кроме как вот сделала айкорд все спинка у меня просто лицевая гладь и очень такой неплохой в принципе получился топ я конечно с ним намучилась вот но кто смотрит за моим каналом тот знает да что я распускалась вновь вязала снова распускала снова вязала то косина то значит после быте опыт села полотно в общем да было в общем с ним не очень просто хотя по идее когда уже все я поняла как и что вязать он связался быстро но из-за того что нужно было вот правильно определиться да вот с материалом получается с пряжей с тем как ею работать у меня были вот такие вот мытарства хождение по мукам так дальше дальше платье детское я начала я скажу вам даже два детских платья одно платье демисезонное не знаю да она у меня есть под рукой я сейчас вам покажу так я просто к нему давно давно не прикасалась как вот начала в общем-то в июне и вот в июле я его еще даже не продвигала значит вот такое платьице у меня начато для дочери это имелось до детское платье это вот сначала я наверное и подозревала что вот такое какое-то демисезонное платье свяжу для дочери вижу я это платье из пряжи газал джинс так 50 грамм 170 метров 58 процентов хлопок 42 процента акрила у меня здесь используется два цвета вот такой вот неоновый и серенький серенький это как основной а неоновый ну вот ну чтобы вот немножко так акценты до расставить значит как я его начинала набросовую нить набирала вязала круглую кокетку делала прибавки горловину тоже обработала айкордом здесь у меня еще вот так вот сделано для пуговки да получается я разделила но потому что айкорд все-таки стягивает но я хотела чтобы у меня было ну довольно таки близко к шеи до горловинка чтобы не было там сильно большой какой-то горловины но и в то же время чтобы голова прилазила я решила сделать как бы вот такую вот здесь вот петельку для пуговки и значит дальше после того как я вывязала кокетку я перешла на вязание тела до делала я прибавки у меня были сделаны то есть я расширила уже маленького здесь вот видно наверно да расширила полотно но дальше пока на этом я остановилась хотя хоть не конечно хочется вязать но процессов много именно вот таких вот летних которые ну тоже нужно просто обязательно заканчивать уже так значит это вот детское платье которое я начала раньше в июне месяце а есть еще одно у меня детское платье и его я начала нет я его тоже в июне начала тоже начала в июне но только оно очень такой летнее летние сейчас вам покажу значит это платье я вижу из пряжи yarnart style как-то у меня много от yarnart в этот раз пряжи используется 67 процентов хлопок 33 процента вискоза в 50 граммах 185 метров значит вот это вот платье я вижу на спицах 325 по моему и вот это платье тоже которые из yarnart style я вижу на спицах 325 значит что у меня здесь получается вот такое вот полотно вижу это платье снизу снизу вот у меня подол как бы значит использую вот здесь вот такой рисунок листья ну сами понимаете вискоза все мятое все скукоженное потому что не отпарено и так далее дальше у меня идут по бокам лицевые вот такие вот полотна да и сам бок это изнаночная гладь и по изнанке я делаю убавки убавки чем выше продвигаюсь тем больше делаю убавок вот так вот получается да чтобы ну полотно немножко уменьшалась размере и вот на данный момент у меня связано вот столько пряжа тоже довольно таки капризная она скользкая не очень удобная такая ну вот что получается у меня уже тут просто всего много чтобы разложить показать как это выглядит но это в принципе пока еще тоже не очень такой презентабельный вид потому что ну все мятое все без вто петельки где-то пляшут где-то они ну в общем и вот с вискозой пряжу все-таки нужно нужно и стирать и отпаривать я считаю значит вот это платье у меня получается и в общем то все и получается у меня не начато еще один два три четыре пять процессов из 25 то есть в итоге получается что 20 20 процессов у меня либо закончены либо начаты да какие-то из них в процессах у меня много тоже смотрю как бы 1 2 3 4 5 6 7 7 только процессов да но я надеюсь что я все-таки больше успею концу года связать да что у меня запланировано и летом хотелось бы тоже все-таки эти изделия довязать все на этом я буду заканчивать свое видео в общем то вот развела тоже здесь у себя вот эту кучу процессов но мне нравится что у меня их много что я могу обратиться к любому из них и понаслаждаться вот вязанием этих изделий также есть как вы уже поняли одна готовая работа но за два месяца хотя бы хотя я думаю что вот в июле месяце у меня будет еще одна готовая работа как минимум сарафан да детский может быть и маечку я еще успею довязать так что и носочки да и еще носочки я же вам не показала я начала еще одну пару носочков для носочной коробочки и один носочек из этой пары у меня уже готов вот такой вот носочек вяжу его из пряжи аркабалена мне совсем недавно моя подписчица подарила классную пряжу там ее так много и она такая вся необычная для меня много новинок много которых я даже и не видела пряжи но в общем я оставлю вам ссылочку на распаковку этого подарка кому интересно проходите и вот одна из пряж была вот такая вот бобильная аркабалена достала моточек значит вот такая вот пряжа и я начала из нее вязать носочки значит вот первый носок у меня связан тоже такой мне кажется простенький но интересный вот совсем недавно я его закончила и нужно приступать уже конечно ко второму носочку но здесь у меня возникли кое-какие сложности но об этом я конечно во влоговых видео расскажу значит все на этом я буду заканчивать свое видео благодарю вас всех за просмотр и кто не подписан обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки и конечно же пишите свои комментарии ну а я как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока